Всем привет! С вами я Виолетта и это рубрика, что я раскрасила за месяц. Это у нас первое видео, что я раскрасила в 2018 году. Месяц у нас январь, если вдруг кто-то забыл или смотрит позже. Я закончила целых три раскраски в этом месяце. Для меня это много. Теперь у меня ровно 20 законченных и я этому безумно рада. Обязательно будет видео о моих законченных раскрасках антистресс часть четвертая. По-моему, да, четвертая и все, в принципе, да. Так что ждите, обязательно все будет. Начнем мы с эльфики, потому что я ее вам в прошлый раз показывала, говорила, что я ее хочу закончить. Вот здесь у меня оставалось буквально, ну, работ 6-7. Все они у меня раскрашены фломастерами Стабило и Стабило Пауэр. Вот здесь у меня еще из Экспресса толстые фломастеры есть, потому что очень многие закончились из Стабило Пауэр. Мне достаточно нравится, как получилось. Всю раскраску я заклеила, так как она на склейке и, ну, просто хотела... хотели листы у меня вывалиться. Ну, это все работы, которые я делала в этом месяце. Следующий я закончила альбом для вдохновения, следуя за белым кроликом. Я не раскрашивала здесь закладки, потому что я их, собственно говоря, убрала. Так, я надеюсь, вам видно. Тут у меня очень много разных видов фломастеров, я вам не буду их сейчас называть, потому что, ну, я знаю, что многим это не интересно. Мне вот эта картинка очень нравится. И вот эта тоже. Тут у меня раскрашено все фломастерами, мне ее подарила моя подруга Рита на Новый год, и я ее просто вот на каникулах взяла и закончила. То есть она у меня была абсолютно пустая, абсолютно новая, и я ее сразу решила закончить. Вот эти четыре закладки я их вырезала и убрала, но я просто как-то не очень хочу раскрашивать пока что, поэтому да. Забыла, кстати, вам сказать, что вот это платье я раскрашила вместе с Кристиной. Следующая моя законченная раскраска — это модная раскраска для девочек. Да, шестой выпуск, мне его подарила моя тетя. Мне не очень нравятся такие раскраски журнальные. То есть, ну, как бы, я их люблю раскрашивать, но я не люблю, когда они просто лежат, поэтому я их обычно беру и сразу заканчиваю. В этот раз получилось так же. Вот эту штуковину. Ну, мне сказали, что это магнитофон, но я не знаю. Раскрашивали мы вместе с Любой. Вот этого ежа с Софой и Любой. Вроде бы да. Эти колокольчики с Инной, Любой, Софой и Настей. Если я что-то перепутала, то извините меня, девочки, но просто мы там очень много раскрашивали вместе. Так, это я сама раскрашивала. Этот шар я раскрашивала тоже с Любой и, по-моему, то ли Софой, то ли с Настей, но это не точно. Снегиря с Любой. Вот эту мандалу, по-моему, с Викой, с Любой и, возможно, тоже Софой и Настей. Тут снеговик, но я не буду переворачивать. Я думаю, вам не интересно. Вот эти носочки с Софой и Настей. Этих медвежат с Любой. Рекламный разворотик. Лису с Инной, Любой, Настей и Софой опять-таки. Да, эту раскраску мы почти все. Почти все я с ними раскрашивала. Эту мандалу, по-моему, тоже с этими же девочками. Белочку с Любой, шарики с Любой и все. То есть, да, меня тетя подарила, я просто взяла опять и закончила раскраску. Мне, кстати, понравилось так брать пустую раскраску и заканчивать ее. Но водные раскраски для девочек, они не толстые, то есть тут совсем мало работ, поэтому было ее закончить легко, но все-таки. Наконец-то я сделала хоть одну работу в раскраске Дудлы. Просто у меня было вдохновение на нее, это очень странно, но после видео всех моих раскрасках у меня было вдохновение. Я раскрасила такую вот работу капиллярными ручками. Хотела посмотреть, как вообще тут что происходит. И мне очень понравилось ее раскрашивать. Кстати, довольно быстро я сделала эту работу, хотя детали довольно мелкие. И получила даже удовольствие от этой раскраски. Весьма странно. Начала я авторскую тату-раскраску. Вот это я тестировала бумагу. Это фломастер у нас Штедлер. Ну, такой, знаете. И вот это я раскрашивала фломастерами Кахенур. Я не знаю, возможно, на камеру вам не так все ужасно передает, как в жизни, но фломастер фломастер просто отвратительно лег на бумагу. Это просто ужас. Я реально сидела и думала, как бы поскорее закончить эту картинку, потому что это было очень неприятно. Там бумага такая шершавая и вообще было реально неприятно это раскрашивать. Поэтому я не знаю, что я вообще буду делать, как я буду ее разрисовывать. Серьезно, я не знаю, но картинки мне здесь нравятся. Ну, бумага, конечно, ужасная. Хотя вот Кахенура, она, в принципе, не просвечивает, но сама на ощупь просто отвратительная. Таинственный лес. Ежедневник антистресс. Я его тут как-то начала. Это тоже довольно странно, потому что я его давно не раскрашивала. Тут у меня фломастер Кахенур. Просто фон замазала целиком, потому что не хотела его там сидеть и раскрашивать. Тут тоже Кахенур и опять та же ситуация, только здесь уже и листья, и сама улитка. Ну, я взяла просто эту раскраску бабушке. Мне не хотелось особо сидеть там долго мучиться, но хотелось чего-нибудь раскрашивать. И это раскрасила моя бабушка. Вот. И потом раскрасила вот эту работу я фломастерами Кахенур опять-таки. Тоже я тут целиком делала, но мне просто как-то уже поднадоела эта раскраска. Хочется мне ее закончить, но там еще очень-очень много работ. Не знаю, вот, смотрите. Больше половины именно не сделала. Волшебные узоры. Одна работа у меня тут. Я в инстаграм выкладывала фломастерами Штедлер. Мне просто так она нравится. И на камере, ну, по крайней мере, я вот сейчас смотрю в камеру, и мне очень нравится, как передаются цвета. Хотя в жизни они не такие яркие, не такие насыщенные. Вот на камере все прекрасно. Бумага здесь, конечно, супер-пупер плотная, поэтому ничего не просвечивает. Сумеречный сад Марии Тролли. Как-то чего-то у меня было вдохновение. Именно на эту раскраску. Мне больше ничего не хотелось. Я решила сделать такую вот небольшую работу. Фломастерами Fabric Castle Grip. Да, я знаю, что как бы тут неаккуратно. Но это было поздно вечером, поэтому я и выбрала легкую такую мандалу. Но мне нравится сочетание цветов. Мне вообще нравится, как получилась эта работа. И, да, у меня все устраивает. Кеды и кроссовки. Наконец-то я их начала. Ура-ура. Сделаю тут одну работу. Вот, 5 января раскрасила маркерами. Да, опять-таки не очень аккуратно, но это из-за того, что маркеры расплываются. Тут у меня использовано около 6 или 7 цветов. Вам этого, конечно, не видно. Но, тем не менее. Вот, это у меня, потому что маркеры уже засыхают, поэтому они так плохо просвечивают. Ну, я не веду, как видно, да. То есть они не прям идеально. Это потому что у меня они уже скоро закончатся. Это очень странно, ведь они не такие уж и старые. Хватает их почему-то очень ненадолго. Ну, и сами они быстро сохнут. Точка за точкой. Я вообще не помню, что я там делала. Было, видимо, так давно. Это у меня сделала бабушка. Вот этот разворот у меня также сделала моя бабушка. Этот разворот сделала, видимо, я. И этот разворот сделала моя подруга Кира. Так, все, больше ничего нет. Хотела я в начале месяца заканчивать эту книгу, но потом что-то я передумала, потому что появились раскраски полегче, поэтому я решила их закончить. Ну, я просто хотела, чтобы у меня было 20 законченных. Сейчас пока не знаю. Может быть, на этом пока остановлюсь. Ну, время пока что. Начала я волшебный мир фей. Как-то меня вдохновила моя подруга Элис. Вот. И я решила раскрасить карандашами. Тут у меня акварельные карандаши для голубого фона и обычные карандаши для всего остального. Мне вообще не нравится, как эта работа получилась. То есть я не скажу, что она получилась ужасно. Вот. Я, в принципе, ничего не ожидала лучше или хуже. Я просто как-то, не знаю, смотрю. И если бы она была фломастером, она была бы хотя бы яркой. И бумагу тут очень сильно повело от, как бы, воды, да. Но, мне кажется, это я еще немного рукожоп, поэтому особо пользоваться ничем, конечно же, не умею. Следующая это раскраска татуировки. Да, это новенькая раскраска. Мне ее подарили. И, да, я сама ее не покупала. Вот. Она тут немного покоцанная. Но это уже, как бы, моя вина, скажем так, да. Это раскрашивал мой одноклассник. Это раскрашивали мы с одноклассником. То есть вообще мне подарила эту раскраску одноклассника. То есть, нет, как бы, он не покупал ее мне. Он купил ее себе. Он ее раскрашивал. Она ему не понравилась. И он подарил ее мне. Это было, конечно, очень приятно. И хоть тут были сделаны работы готовые, но, не знаю, мне вот все равно. Но я хотела эту раскраску, поэтому я рада. Вот. Это раскрасил мой одноклассник. И вот эту девочку раскрасил одноклассник. А вот этого зайца рокера сделала я. Так как-то я ступила и неудобно стикеры приклеила. Это он тоже раскрасил. Это я сегодня утром раскрасила. Вот эти розы были уже. А все остальное я. Вот это, опять-таки, мы вместе сделали. Потому что, насколько я помню, у него были раскрашены вот эти птицы и ленты. Все остальное сделала я. И здесь вот этих птиц, вот этих драконов делала я. И вот это вот я доделывала. То есть, я думаю, видно вам то, что тут есть зеленый и другого немного оттенка. Это я все по мастерам Джота раскрашивала. Это они очень сильно просвечивают. Но иллюстрация односторонней. И там, по-моему, я еще стабило толстый использовала. И центропен также толстый, да. Вот мне очень нравится эта раскраска. Ну, мне кажется, немного мальчишинская, но не знаю. Я вот ее, честно скажу, давно хотела. Но я ждала, пока выйдет мини-версия. В итоге мне ее подарили. Следующая книжечка. Это у нас цветовой квест. Да, затронула ее наконец-таки. Очень люблю я эту раскраску. Поэтому каждый раз с удовольствием я раскрашиваю. Вот такая вот работа. Я обожаю геометрические фигуры раскрашивать и мне. Поэтому принесло огромное удовольствие процесс раскрашивания этой картинки. Вот, но я тут все по порядку делаю. Поэтому я как бы не знаю, что меня там дальше ждет. Я не смотрю в ответы. Просто раскрашиваю по порядку и все. И последнее в этом видео это творческий приступ от Яны Франк. Здесь я ничего не раскрашивала. Тут две работы сделанная подруга. Кира. Вот, когда была у меня в костях. Первая это вот такая вот картинка. И вторая это разворот. Смотрите, какой забавный котик. Мне она так нравится. Вот здесь мне тоже нравится сочетание цветов. Ну и вообще мне очень понравилось, как я здесь раскрасила. Эту раскраску как-то не очень люблю. Она, конечно, красивая, но слишком большие детали. Я такое как-то не приветствую. Да. Ну и, собственно говоря, это было все. Раскрашиваю в этом месте, в принципе, мне кажется, не так уж и много. Хотя у меня были каникулы. Пол января, и я думала, честно, успею гораздо больше всего. Но я закончила три раскраски, и это замечательно. Я думала... Ну, я не думала, что, в общем, я за месяц закончу три раскраски. Еще я начала читать всякие книги на каникулах. Также картину по номерам одну делала. Но в итоге что-то у меня как-то с ней не очень пошло. Мне не нравится это все дело. Картина по номерам это не мое. Я не люблю такие вот краски, там вот это все. Как-то вот серьезно. Мне не понравилось. Но я, естественно, одну свою картину, которую начато, доделаю. А вторую, которая мне не начато, я думаю, что буду делать потом, ближе к лету. Скорее всего, когда сдам экзамены. Да. Ну, в общем-то, это было все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. С вами была Виолетта. Всем пока-пока.